Здравствуйте. Меня зовут Денис, я из Новгорода ГИС. Я хотел, кстати, непоначивую демонстрацию векторных стайл. Когда мы делали портал для администрации Приморского края порталных данных, то стояла задача отображения на карте большого объема векторных данных, получаемых в виде GeoGIS. Так как объем передаваемых данных был очень большой, то прежде чем данные появлялись на карте, мы находимся в длительной промежутой времени, пока все эти данные загрузятся. Ну и в качестве решения данной проблемы мы добавили, ну, в качестве пока эксперимента, но в будущее поддерживается добавить уже и восстановление, что наша форма анализирует, это поддержка векторных стайлов. Ну, может быть, кто-то не знает, может быть, кто-то не знает, но я думаю, что это не знаю. Это векторные данные, которые передаются на клиента по частям, то есть в виде отдельных тайков, и которые доступны на клиенте в виде вектора. То есть это позволяет делать интерактивные карты, то есть помимо того, что позволяет настраивать символику на клиенте, так же позволяет просматривать атрибутику. То есть на данной страничке вот две карты. Первая сделана с помощью бифета, то есть здесь точный слой и прогонания. И второе, второе данное, это точно такие же слои точные и прогонания, но сделанные в WireState. Он, естественно, нажмем какой-нибудь объект, то мы понимаем того, что может подсветку, но также получаем и его атрибутику. Кроме того, даже если у нас объект попадает на разные тайлы, то есть при идентификации, то есть мы видим, что посвечивается в цифровом клиенте. То есть в принципе данное решение позволяет решить задачу отображения большого количества директорных данных. Ну вот, в общем, это все, что я вот это. Вопрос? Я правильно понимаю, что этот GELJSON предобработан на сервере? То есть вся работа уже с целью на GELJSON? А, собственно, это NvT. Это Mboss, это NvG, это NvG, это NvG, это NvG, это NvG, это NvG. Ну просто койлки едят. А какие эти нынки едят? А какие эти нынки едят? А какие эти нынки едят? Это расширение к NvG.sv, то есть там добавляется, там в NvG.sv является новый рендер, все так что ли? А здесь есть какая-то консоль в браузере? Консоль? А, да. Да, вот. То есть если посмотреть на адрес, то видно, что по данному адресу располагается NvG.sv, то есть наш IP, им указан просто ресурс. И, ну то есть адресация стандартная, как для расширок хайлов, то есть здесь просто добавлено расширение NvT. То есть по данному уровню у нас геометрически из базы данных извлекаются данные на охват определяемый, да, на координаты метайлов. И формируется верхний тайл, и отдается на клиент. Вот. Так как у нас NvG.sv работает в дизайн джинса, то в данном случае у нас, если тайк запросился один раз, то он попадает в кэше джинса, там определено время хвалидно, то есть, ну, в качестве. Для того, чтобы это проверить, мы оставляем такой кастомный цифровый компьютер, в данном случае видно, что этот тайл он пришел с кэша. Если же, ну то есть заброшен тайл будет не с кэша, то есть он будет динамически заброшен из базы данных, то есть данный козы дисканерации, вот, будет сконфицирован в формат отель и передан на клиент. Чем вы генерируете? Ну, есть специальная библиотека, которая позволяет на поднаход подать, ну, то есть там объект, ну, то есть библиотеки, то есть там генерируете, например, струтик, или выходе получить. Да. В ваших библиотеках? Нет, это может, да. Подписи есть? Подписи чего? Подписи мы можем выводить? Кто? Ну, объектный циал, это объектный объект. Если на клиент настрой стиль, который будет вложен подпись, под подписи будет клеем, то есть нет никаких ограничений. Ага. А, то есть это все зависит от настроек стиля? Да, настроек стиля и на клиенте. Ага, хорошо. То есть здесь мы никакого стиля не используем, то есть вот так. То есть здесь просто мы пока руками заходим стиль для инфилета, но и цвета для управляющих другие. То есть в принципе это можно не динамически, то есть менять формление, нагреять волосы. Такие вот штучки. А, ну еще раз, один момент. Сложность была, ну как не сложность, то есть мы никогда не думали. Дорогая среда, например, сначала понятно, что происходит. То есть если вы видите, то точечная лирка, да, ну то есть например вот эта точка, она отображается, как я думаю, на двух тайлах. Понятно, что физически точечный объект не может упасть сразу в два тайла. Да? Ну то есть точка, как бы, либо там, либо там. Поэтому, если мы извлекаем данные по охвату конкретного тайла, то при отрисовке на той точке у нас в большом случае, когда отрисовывают такие точечные объекты, например, маркерами, еще там, кругом и так далее. То есть так как она попадает только на гитара, то она будет иметь, ну, обрезанный вид, потому что она на том тайле есть, но другом ее нет. Поэтому, чтобы решить эту проблему, на данные приходится как бы запрашивать с некоторым, ну, то есть с некоторым допуском. То есть в данном случае охват, ну, данные извлекаются из базы не точеч-точеч по охвату конкретного тайла, а с некоторым запасом. И поэтому при отрисовке соседних делов, ну, получаем, ну, то есть полный объект, без каких-то артефактов.